Любимый мой муж, ты моя опора, моя надежда и моя душа. Знай, где бы ты ни был, я всегда буду ждать тебя и оберегать своими молитвами. Юлия Радькина вместе со своим мужем со школьной скамьи. В браке 12 лет. Супруга военнослужащего признается, после начала военной операции увидел его с другой стороны. Не струсил, не сбежал. Когда страна позвала, он встал, пошел вместе со всеми защищать свою родину. В первую очередь гордость за мужа. И второе, это, наверное, я почувствовала силу от того, что он у меня такой. У супругов двое детей. Старшему 11, младшему 4 года. Юлия рассказывает, разлука с главой семейства тяжело отдается детям. Младший даже говорил, почему папа к нам не едет, может он на меня обиделся. То есть, ну это тяжело. Приходилось объяснять детям. Старший все понимал, потому что в школе все объясняли. Подобных историй здесь десятки. Каждая здесь ждет возвращения любимого домой. Оренбурженки, участницы всероссийского проекта, примерили на себя кители мужей. И написали письма с теми словами, которые и так хочется сказать в разлуке. Идея фотопроекта зародилась в Самаре. Теперь его география расширилась по всей стране. Мы, общаясь перед началом, уже с таким большим удовольствием узнали, что уже 60 субъектов федерации включились в реализацию этого проекта. И этот проект многогранен. Во-первых, безусловно, это высочайшее патриотическое значение. Этим проектом мы поддерживаем наших мужчин, наших офицеров. Главная цель проекта – показать, что на женских хрупких плечах лежит большая ответственность за стойкий тыл. Фотограф, который делал эти снимки, признается, за время рабочих процессов было немало эмоциональных моментов. Честно говоря, очень волнительно, так как большинство жен, мужья находятся в горячих точках. И вот этот самый трепетный момент. Некоторые даже рыдали. Прикоснуться к судьбам жен участников СВО можно на выставке, которая представлена в Оренбургском драм-театре. У гостей есть уникальная возможность заглянуть в глаза тех, кто обеспечивает надежный тыл для своих героев. Виолетта Широкова, Игорь Бероев, Новости дня.